здравствуйте друзья доброе утро пятница заканчивается неделя и я может быть пару слов скажу по поводу иммиграционных дел потому что эта тема у нас постоянно присутствует и с одной стороны казалось бы какое-то знаете опустошение сейчас у людей которые этим занимались в конгрессе совершенно очевидно что договориться они не могут тем более там президент и плюс еще подходит такая знаете неожиданная в общем-то мулька что если раньше думалось что трамп став президентом прогнется под республиканским ну как бы сказать партийным руководством вот все таки ему поддержку знал что он не может сам против них идти но коньки идет к тому что и как бы это видно очень хорошо что обратный процесс происходит что республиканская партия подстраивается под него то есть она как-то под него подминается видимо как-то механизмы власти что ли работают я не знаю логики этих всех дел но вот так происходит эту новую камеру сегодня пробую как пойдет и в силу этого силу этого меньше как бы конфликта внутри они есть но как бы меньше вот кстати вчера что ли сенатор круз из техаса который на съезде республиканской партии где выдвигали кандидата ну трампа выдвигали кандидатом он он проиграл в предварительных выборах партийных и он вышел и ну можно сказать поливал его грязью там мочил и так далее сейчас он такое ощущение что вот ну разве что менее то него не берет хотя в принципе берет но как бы не в том смысле поэтому такие вот процессы так вот возвращаясь к реформе иммиграционной а все устали боятся боятся в приближении выборов как бы брать на себя лишнего то есть чем ближе мы к выборам ноябрьским тем меньше шансов что вообще кто-то станет этим всем заниматься но 23 марта у нас до 23 марта было отложено принятие решения о бюджете который тоже закончится скоро там через полгода они же там сколько раз пооткладывали но неважно там большие суммы должны пройти там ну там о триллионах речь идет поэтому это то что называется маст да маст до и этим монтировать нельзя и никто не хочет и не будет речь идет о том чтобы к этому бюджетному документу закону прицепить паровозиком они это называют амнибус а вот значит включить в амнибус какое-то временное решение иммиграционного с даковцами то есть там разные варианты обсуждаются но понятно что если трамп не получает перекрытие семейные иммиграции green card лотерею там выше он там еще хотел усиление там репрессивных мер по отношению к нерегалам то соответственно тогда и гражданство этим не давать да то есть вот он тоже предложил гражданство и гад а мне в обмен тогда вот накиньте сюда и скорее всего будет какой то такой промежуточный вариант когда но сейчас например есть предложение на три года продать им защиту от депортации на три года и соответственно на три года профинансировать строительство стены на мексиканской границе но то есть имеется ввиду до конца этой администрации а дальше если может его еще пересберут тогда как то проще будет я не знаю очень такой вот вариант промежуточный ну посмотрим посмотрим как это лишь именно будет сформулировано но совершенно очевидно то что интересует всех наших зрителей в основном то большинство наших зрителей которые искать в миграционном процессе мысленно или уже физически это судьба green card лотереи и это воссоединение с родственниками потому что очень многие люди даже думая лотерея у них уже в рассуждении что я приеду получу гражданство там привезу маму эти это тоже важный элемент для нас для всех важно у нас у всех там родственники где ты более близкие более дальние эти два аспекта наиболее для нас существенные похоже что вышли за скобки этого всего стоит в той мере в какой президент не может получить того чего он хотел а он именно этого хотел но именно этого он и не может поэтому такое впечатление что она отложится надолго 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 вот мы со светланы кав вчера беседовали если там мало мало просмотров может быть потому что тема была специфически по политубежищу и не все интересуются политубежищем но там несколько разных вопросов затрагивали в частности вот вот этот и светлана говорит никогда им иммиграция для сената не было чем-то особо приоритетным то есть всегда находилось что-то более важное поэтому они тут поболтали неделю из этой недели у них один час ушел реально на обсуждение предложений и голосование по ним собственно было четыре предложения из которых одно не было связано с иммиграцией то есть о том чтобы наказать те города и муниципальные округа которые штаты у города которые не хотят сотрудничать по депортации нелегалов вот это и еще три худо бедно значит там по решению миграционного вопроса и и все вот они так раз за час все произошло а так они целую неделю дурака валя не могли вообще там не поговорить не договориться ни кулуарно ней не с трибуны там никак поэтому такое ощущение что пронесло я не знаю это знаете как силе петель с василия чем там под арт-обстрелом сидят значит ну и там вроде и так волна вот это вот значит там мимо них прошла и куда-то дальше петька говорит василий иванович похоже пронесло могут меня пить кто же поэтому вот мы примерно в такой ситуации счастлива